Добрый день! Сегодня мы прибыли в храм в честь святителя Николая. Это малый пока храм. Находится он в районе Южно-Измайлова. А рядом, недалеко, может быть, через несколько лет или в ближайших перспективах будет построен большой храм в честь святых царственных страстотерпцев. Именно в этом храме в честь святителя Николая пока хранится раритет Балясина из того самого Ипатьевского дома, где они взошли на Ишафот в 1918 году, 18 июля. Это большая святая семья. И вот как раз о семье, о семейных традициях в преддверии Рождества и пойдет наша речь с учениками воскресной школы храма в честь святых царственных страстотерпцев. Воскресная школа. Уже она два года как существует, а может даже два с половиной. У нас небольшие помещения, очень много деток, очень много деток из многодетных семей. И очень такая дружная семейная обстановка. Так, но тогда мы собрались не просто так, а все-таки в преддверии Рождества. Это некий такой... Рождество вообще детский праздник и праздник семьи. И если вы всю семью уже приведете в свою воскресную школу, она состоится. Сколько у вас детей? У нас с отцом Павлом девять детей. У нас вообще много здесь многодетных семей. А сегодня, сегодня мы собрались по такому поводу. Это один из наших любимых уроков в воскресной школе. Он у нас уже традиционный. Это мы готовим пряники и расписываем их. Поэтому можем приступать, да? Да, конечно. Вот мы заранее приготовили тесто. Обычно это делают родители, конечно же, помогают деткам. Хотя многие дети участвуют в этом сами. И делают тесто дома вместе с родителями. Пряничное тесто, оно удивительное. Оно невероятно, во-первых, пахнет. И состоит из таких замечательных ингредиентов, как мед, сливочное масло, яйца. Ну и, конечно же, там разные рождественские специи. Такие как имбирь, корица, кардамон, гвоздика. Даже иногда добавляют душистый перец для какой? Перчинки, остринки. Это тесто очень несложно делается. И на выходе получаются удивительные, ароматные именно рождественские пряники. Дети вырезают пряники. А потом мы их выпекаем. Ну и самое интересное, это, конечно, роспись пряников, когда мы будем их расписывать вместе с детьми. И надо сказать, вы знаете, я сама стала расписывать пряники не просто так, а потому что моя мама их в детстве расписывала. Причем она делала невероятно красивые пряники и объемные, многие из них. И, то есть, она иногда делала целые храмы, целые дома. И какие-то пряники, она потом дарила их нашему духовнику, отцу Геннадию Огрызкову. И один пряник, я знаю, даже передаривая, передаривая, вот так вот, отец Геннадий передарил владыке, а владыка дарил патриарху Алексею еще в то время. Поэтому такие были особенные пряники. И вот все детство мое наполнено тем, что мы пекли дома с мамой вместе пряники. И, конечно, это получилось уже такой семейной традицией. И надо сказать, что иногда бывает очень непросто вот это в предрождественское время. Столько всего, столько всяких дел и забот. Но я никак пока не могу отделаться от того, чтобы не испечь пряники. То есть все равно я всегда их пеку, пускай даже из последних сил, потому что для меня вот это, наверное, тоже такой очень важный момент подготовки к Рождеству. И уже и дети тоже это переняли. Надо сказать, что у нас уже вот все наши друзья, мы все вместе готовимся к этому уроку. Все родители пекут эти пряники в воскресной школе тоже к этому уроку. И дети их расписывают из года в год. И они уже настолько, мне кажется, хорошо стали их расписывать, что вот мы даже... У нас есть такое условие, что детки расписывают один пряник себе домой, а один пряник на благотворительную ярмарку в помощь храму нашему. Думали ли вы когда-то о таком количестве детей? И что не хватает больше всего в нашем государстве для того, чтобы было много многодетных семей, с вашей точки зрения? Мне все время мама припоминает, что я в детстве говорила, что у меня будет 10 детей и корова. Самое смешное, что на данном этапе, когда у меня 9 детей, я больше всего боюсь коровы и не хочу заводить корову. Хотя такая непонятная жизнь, что неизвестно, что нас ждет. А что касается государства, вы знаете, я думаю, что в первую очередь необходимо укреплять просто семью. Ну, всегда хорошо транслировать многодетную семью, но сейчас семья у нас находится как бы в таком уязвимом состоянии, потому что молодые люди и девушки, они не хотят создавать семью. И вот это главная проблема. Потому что если будет крепкая семья, которая основана на любви, которая основана действительно, которая в принципе, вот почему мы так привлекаем, ну как бы стараемся людей призывать там идти в церковь, идти в храмы. Почему? Это же не просто так. Потому что православные законы, они совершенно вечные. Они действительно такие, несут в себе очень важные моменты любой человеческой жизни, которые основаны на любви к Богу и любви к ближним. И вот, например, если человек, вот скажем так, женится, да, или выходит замуж, и в первую очередь он, считая, ну как бы будет брать в расчет, что он не может развестись, то тогда все проблемы, с которыми он сталкивается в течение жизни, он все-таки будет стараться разрешить со своим супругом. Ну как мне кажется. То есть сейчас очень многие молодые люди, вступая в брак, уже говорят, ну если не получится, разведемся. Мне кажется, это просто в корме неправильно, и такого быть не должно. Потому что если человек сразу же закладывает вот в эту ситуацию, что если не получится, то я смогу это уничтожить, то, ну, уже общее дело как бы обречено на провал. Потому что если он будет говорить, что нет, вот это все раз и навсегда, и как бы вот это моя вторая половинка, и люди, венчающиеся, да, они все-таки считают, что Господь благословляет их брак, и браки совершаются на небесах, поэтому он будет все-таки, если бороться за этот брак, и все-таки он будет стараться, наоборот, любой конфликт решить, а не уйти от него, тогда, может быть, с Божьей помощью действительно браки не будут распадаться, и семьи будут крепче. Ну а если крепкая семья, которая основана на любви, мне кажется, если Господь посылает детей, то люди, скорее всего, в данной ситуации их будут принимать, и будут благодарить Бога за них. Не знаю, мне кажется, что крепкая семья, она никогда не против детей, если действительно люди основали свою семью на любви и на вере. Ну что ж, друзья, мы с вами налепили пряники, сейчас мы соберем все эти пряники, положим на противень и испечем, и потом мы приступаем... Замечательно, Машуля. И потом мы приступаем к росписи пряников к самому любимому нашему делу. Хорошо, ребята? Да! Пряники наши испечены, и теперь мы приступаем к их росписи. Расписываем мы пряники глазурью. Глазурь делается очень просто. Яичный белок, сахарная пудра. Если сейчас идет некоторая сахарная пудра с крахмалом, поэтому тогда не добавляем крахмал, можно добавить чуть-чуть кукурузного крахмала и лимонный сок. И ванилин можно добавить для того, чтобы она была ароматная. Далее мы глазурь... В глазурь в данном случае добавили пищевые красители и положили их в специальные пакетики, корнетики, не знаю, как их еще... Кулинарный мешочек, да? Ими очень удобно расписывать, можно отрезать кончик и аккуратненько рисовать. Дети уже, я смотрю, приступили, потому что, в принципе, они этим занимаются каждый год и очень этого ждут. Вы сказали, что вы ночью делали глазурь. Как вы все успеваете в этой жизни? Ну, только чудом. Ну да, на самом деле я делала глазурь не одна. Мне помогали мои старшие дочки. Я думаю, что вот то, что они сейчас делают, я очень надеюсь, что это они будут нести и в свою жизнь, и во взрослую свою жизнь, и будут учить своих детей, потому что это и есть те самые традиции, да, вот в данном случае рождественская традиция росписи пряников, вот она как-то прижилась и идет уже много лет у нас, и дети очень это любят, поэтому я думаю, что они будут это делать, и нам хочется верить, что мы передаем им это мастерство. Ну тогда вы же еще и поете, и занимаетесь пением в школе. К Рождеству пока они делают, могут они и то, и другое, и петь, и расписывать пряники. Ребята, мы сможем с вами петь песню? Да! Ну что мы с вами споем? В ночном саду? Да! Давайте! В ночном саду прозрачно и светло стоит наш мирный дом, проходит ангел белое крыло, мелькает за окном. В пещере осли кушает овес, в веслях лежит Христос. Ослёнок носом тянется к нему, звезда глядит во тьму. Многие пряники уже расписаны. Посмотрите, какая у нас получилась красота. Мне кажется, что детки большие молодцы. Ну что же, совсем скоро праздник Рождества. Хочется всем пожелать. Это праздник такой особенный. Он тихий, нежный. Он домашний, тёплый. И такой, конечно же, очень сказочный. Хочется пожелать, чтобы в каждом доме в это время была действительно вот такая тишина, любовь, радость, уют, чтобы был мир. И каждое сердечко согревалось вот этой божественной любовью, которая в эти дни расстилается над нашим миром. Но мы знаем, что Господь посылает нам в какие-то моменты вот это вот особое чувство такое. Но очень важно его хранить и беречь, и нести, и дарить другим людям. Особенно тем, кому сложно, тяжело, больно. Поэтому всем вам желаю, чтобы у вас, у самих было вдохновение на добрые дела, на любовь друг к другу. И чтобы вы умели дарить это друг другу. Ребята, давайте всех поздравим с наступающим Рождеством Христовым!